Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Мне 18 лет, я живу с парнем. Встречаемся уже год. Все серьезно. Все серьезно, но есть одна проблема. Родители постоянно меня контролируют и манипулируют. Когда мы были на расстоянии, он был в одной области, я в другой. Я предложил ему поехать в другой город в моей области. Он согласился, но мы так шили три месяца. Папе мы решили переехать обратно в его город ненадолго на месяц, чтобы купить машину и поехать обратно. Я об этом рассказал маме, она меня не поддержала. Она сказала, что это скитание по городам и что я их с папой очень расстроила. Я сказала, что это на месяц, она сказала, что это только деньги. И что у нас и так ничего не получится, мой парень обещает одно, а делает другое. А она все-таки старается работать на тяжелой работе, а покупка машины даст возможность работать на нормальной работе. Так как в моем городе работы нет. Мама этого не понимает. Родители меня постоянно говорят оцените, хоть и да, хоть и сами, и кричат на меня постоянно. И поддержки никакой. Я постоянно не такая, ничего не умею, руки не из своего места растут. Я постоянно чувствую вину. Вопрос к вам, я действительно виноват или это способ манипуляции. Вопрос к вам, как мне ссориться с родителями, а сделать так, чтобы они приняли мое решение. Ну, смотрите. Кстати, здесь следующее. Вам никак не сделать, чтобы родители приняли ваше решение, потому что ваши родители одни люди, а вы, соответственно, другой человек. Это нужно понимать, это нужно понять и увидеть. Вот, что разные вы люди с вашими родителями, и они, ваши родители, совершенно не обязаны принимать вашу точку зрения. Они не обязаны разделять с вами то, что, условно говоря, вы считаете правильно. Но и вы тоже не должны иметь полное право не разделять их позицию уже. То есть каждый имеет право на свою позицию. Вся проблема в том, что вам для того, чтобы иметь свою позицию, нужно их разрешение. А родителям ваше разрешение по понятным причинам совершенно не нужно. Вот и получается из этого такой диссонанс. Чувство вины связано с требованиями, на мой взгляд, и с подавленной злостью, точно, на мой взгляд. То, что вы пишете про, допустим, желание, чтобы вас поддержали, это история про то, что вам, в общем и целом, вам самой, как мне кажется, довольно-таки тяжело. Вам самой довольно-таки трудно. И вы здесь, вероятно, тоже берете на себя ответственности больше, чем вам было бы комфортно, но вы себя заставляете это делать. И вот это, конечно, весьма и весьма серьезная, на мой взгляд, проблема. Что сказать, вы достаточно сильно зависимы от своих родителей. То есть родители имеют на вас влияние и пользуются этим влиянием. Ну, просто потому, что могут это делать. Поэтому решать здесь, опять же, вам. Сейчас вы нуждаете своих разрешений. Вот ваша задача не нуждаться в их разрешении и ценить именно свой выбор и свои действия. А это только психотерапия. Возможно. Вот. Потому что вы себя сейчас, на мой взгляд, не слышите от слова. Совсем. В этом и заключается основная проблема, с которой вы сталкиваетесь. И вот, собственно говоря, внутреннее, ваше собственное непринятие себя. Непринятие своих эмоций, своих желаний, своих ценностей. Вот. Своих, своих, даже, своих взглядов. Вот. Ничего из этого вы, по-видимому, в себе не принимаете. Что дает вам, на мой взгляд, такое состояние. Поэтому, самым лучшим способом решить данный вопрос, это пойти на, в общем-то, психотерапию. Пойти на психотерапию и работать с психологом. Вы спрашиваете о том, правда ли вы виноваты. Надеюсь получить теперь уже нашу поддержку. Но правда заключается в том, что мы не занимаемся тем, что встаем на чью-то сторону. Мы не на чью-то сторону не встаем. У ваших родителей своя позиция, у вас и своя позиция, но ваши родители ставят свою позицию выше. Потому что вы свою позицию ставите ниже. Вот. Вот с этим и нужно работать. Как мне кажется, вы боитесь быть плохой. Вы не принимаете в себе все то, что вы считаете плохим в себе. И этим достаточно легко можно манипулировать. Что, собственно, родители ваши успешно, на мой взгляд, и делают. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.